В Донбассе даже день защиты детей прошел под звуки рвущихся снарядов. Украинские силовики не прекращают обстреливать районы у линии соприкосновения. Никита начал заикаться в 2015-м, когда их пятиэтажку накрыло украинскими снарядами. В составе группы войск вооруженных сил Российской Федерации, которая в 2014 году вела боевые действия в Луганской области, кроме подразделений 200-й отдельной мотострелковой бригады, от Северного флота задействовали части 61-й отдельной бригады морской пехоты. Войсковая часть номер 38-643, пункт постоянной дислокации, поселок Спутник, Печенгский район, Мурманская область. В данном материале, подготовленном военным аналитиком с позывным «След взят», будут представлены прямые и косвенные доказательства участия подразделений 61-й отдельной бригады морской пехоты в войне на Донбассе. Большая часть прямых свидетельств приходится на фото и видеосъемку, которую в конце августа-начале сентября 2014 года вели российские морские пехотинцы в Луганске. В это время личные составы и боевая техника 61-й отдельной бригады морской пехоты размещались на территории бывшей войсковой части номер 3035 Национальной гвардии Украины по адресу Луганск, улица Щаденко, 17. Впоследствии фотографии и видеосъемку оттуда военнослужащие 61-й бригады активно размещали на своих страницах в социальных сетях. Наличие достаточного количества старых фото, которые загружали и украинские военные, служившие еще до начала боевых действий в войсковой части 3035, дало возможность получить изображение большинства объектов на ее территории, в том числе тех же зданий и сооружений, на фоне которых снимались и российские морпехи. В марте 2015 года сержант Игорь Бушуев из 61-й отдельной бригады морской пехоты в своем аккаунте в социальной сети разместил групповой снимок семерых людей в военной форме без войсковых знаков различия возле бронетранспортера БТР-80. Такой же снимок в ноябре 2014 года был на странице сослуживца Бушуева Григория Кислюка. Анализ индивидуальных особенностей сооружений на этой фотографии показал, что снимок сделан в Луганске на территории войсковой части номер 3035. Координаты места съемки. Сравнение фото Игоря Бушуева со старым снимком со страницы украинского военного, служившего в Луганской войсковой части номер 3035. Место, где фотографировались российские морские пехотинцы, на скриншоте с видео российского федерального телеканала «Россия-24» от 4 июня 2014 года. В части номер 3035. Предложение ополченцев сложить оружие и не начиная стрельбы разойтись было отвергнуто. Вместо этого из-за стен заработали тяжелые пулеметы и даже ручные гранатометы. Предпринимались три попытки штурма. К утру выяснилось, стрельбу ведут только офицеры и контрактники. Несколько сотен срочников они просто заперли в казармах. Несколько часов продолжался этот бой. Горячее всего было здесь, в районе автоколонной. Милиция использовала автомобильные ямы в качестве окопов. И только после того, как закончились все патроны, они вывели из строя оружие и подожгли его. В ходе боев ополченцы уничтожили один БТР, второй захватили и вывезли. Валерий Халашевский много дней провел у ворот части, дожидаясь, когда выпустят внука. Вот они. Их и освобождают. Те же бандерлоги их не отпускают. Никакого приказа не дают, чтобы их освободить. Ну, я имею в виду, демобилизовали. Киевские власти, по его словам, не хотели выпускать парня. Освободить его смогла только армия Юго-Востока. С помощью социальных сетей удалось идентифицировать 6 из 7 морских пехотинцев на фотоснимке. Слева направо, сверху вниз на фотографии запечатлены морские пехотинцы 61-й отдельной бригады морской пехоты. Владимир Стач, Сергей Антонкин, Тофик Солталиев, Игорь Бушуев, Григорий Кислюк, Геннадий Федосов. Сержант Владимир Владимирович Стач зарегистрирован в социальной сети под именем Владимир Владимирович. Его старая удаленная страница была под именем Владимир Стач. На этом снимке Стач с сослуживцами, награжденными государственными наградами. Слева направо стоят сам Владимир с медалью Жукова, сержант Игорь Бушуев с медалью Жукова, сержант Сергей Стач с медалью Суворова. Фото сделано в поселке Спутник рядом с территорией войсковой части 61-й бригады морской пехоты. Следующий военнослужащий до удаления аккаунта был зарегистрирован в социальной сети под именем Сергей Антонкин. Сохранилась его фотография на фоне флага с символикой 61-й отдельной бригады морской пехоты. Третий российский военнослужащий с группового снимка в Луганске сержант Султалиев Тофик Фаталиаглы. На своей странице в графе «Место работы» он записал цифры, которые совпадают с номером войсковой части 61-й бригады 38-643. Кроме этого, Султалиев загрузил фотографию предупреждения об отключении электроэнергии квартиры, в котором указаны его полное имя и фамилия, а также то, что он проживает в поселке Спутник Печенгского района. Фотоснимок четвертого опознанного российского морпеха, уже упоминавшегося сержанта Игоря Бушуева. Следующий военнослужащий – Кислюк Григорий Владимирович. Его старый аккаунт, который он впоследствии удалил, скриншоты оттуда сохранились на сайте «Миротворец», был под именем Григорий Седов. При этом есть фото, где Григорий в военной форме с шевроном морской пехоты и нашивкой «Кислюк Г.В». Его новая страница зарегистрирована уже под именем Григорий Владимирович. Сохранившийся скриншот фото Кислюка с удаленного аккаунта. Последний из идентифицированных морпехов – Геннадий Федосов. Под этим именем у него аккаунт в другой социальной сети, где загружено рассматриваемое групповое фото из Луганска. Также присутствует снимок Федосова в военном обмундировании возле плаца 61-й отдельной бригады морской пехоты. Геннадий Федосов в военной форме с шевроном морской пехоты. На территории бывшей войсковой части 3035 Национальной гвардии Украины российские морские пехотинцы отдыхали, пели песни под гитару, снимая происходящее на камеры. Два таких видео зимой 2014-2015 годов были выложены в интернет. Это видеосъемка «Вот так там» со страницы Александра Пустынникова. Второе видео обозначено как вид 201-20102-06-17-16 загружено в пустом аккаунте под именем Ичкера Касумханова. Привязка этих видео к местности при помощи старых фотографий украинских военнослужащих, проходивших службу в Луганске в войсковой части номер 3035. Скриншот с 46-й секунды видео Пустынникова. Иллюстрация на спутниковой карте Google направления видеосъемки в этот момент в сравнении со снимком из войсковой части номер 3035. Скриншот с 6-й минуты 2-й секунды видео Касумханова. Иллюстрация на спутниковой карте Google направления видеосъемки в тот момент в сравнении со снимком из Луганской войсковой части. Координаты места, где снимались оба видео. На обоих видео отчетливо слышны звуки артиллерийской стрельбы, либо взрывов. Видео Пустынникова на 44-й секунде. Видеосъемка Касумханова, соответственно, на 2-й минуте 59-й секунде, 3-й минуте 36-й секунде, 4-й минуте 31-й секунде, 6-й минуте 51-й секунде и 7-й минуте 13-й секунде. Военнослужащие обращают на них внимание и комментируют. Несмотря на невысокое качество съемки, видео позволило идентифицировать 4-х российских военнослужащих 61-й бригады морской пехоты. Сержант Игорь Бушуев прикуривает сигарету на 4-й секунде видеосъемки Александра Пустынникова. Сержант Тофик Султалиев на кадре 29-й секунды видео со страницы Ичкера Касумханова. На 2-й минуте 12-й секунде видео хорошо виден морской пехотинец, зарегистрированный в социальной сети как Рустам Сулейманов. Хотя Мурпех Рустам Сулейманов в отличие от своих коллег в профиле либо иным образом не сообщал, что служит в 61-й бригаде, однако на это косвенно указывает тот факт, что у него в друзьях числятся многие военнослужащие 61-й отдельной бригады морской пехоты. Далее фотоснимок Сулейманова в форме морского пехотинца. В объектив видеокамеры попал и Мурпех Иван Сергеевич Щербатенко. Скриншот с луганского видео Касумханова на 1-й минуте 9-й секунде. Иван Щербатенко крайний справа на снимке с сослуживцами. Кроме боевых действий в Украине, позже Щербатенко воевал и в Сирии, получив медаль участнику военной операции в Сирии. Продолжает список военнослужащих 61-й бригады морской пехоты, которые фотографировались в 2014 году на территории войсковой части в Луганске, Мурпех Чикамазов Владислав Сергеевич. На этом фото он с левой стороны. Снимок Чикамазова, который сделан в Луганске, обнаружил блогер-расследователь InformNapalma Ираклий Камахидзе на уже удаленной странице Чикамазова в социальной сети. Архив его нового аккаунта. Скриншот с данным фото сохранился также на сайте Миротворец. На снимке, загруженном в феврале 2015 года, Владислав Чикамазов, вероятно, вместе с сослуживцем в военной форме, без войсковых знаков различия и с оружием в руках, фотографируется на фоне медицинского пункта украинской войсковой части номер 3035. На видео Александра Пустынникова можно увидеть этот же медицинский пункт и два стула возле его входа. С того же места, но осуществляя съемку, стоя спиной к медицинскому пункту, сделал фотографию российский морской пехотинец Александр Александрович Соколов. Фотоснимок Соколова выполнен на фоне стены одного из зданий бывшей войсковой части номер 3035 Национальной гвардии Украины. Это же стена на старом фото украинского военнослужащего, служившего в Луганске. Как общая структура, так и отдельные индивидуальные элементы стены с фотографией Александра Соколова совпадают с таковыми на фотоснимке с украинскими военнослужащими. На еще одной фотографии Соколов позирует возле другого здания войсковой части 3035 у строевого плаца. Это же оранжевое здание, перед ним стенды из нескольких металлических листов, слева от стенда дерево, растущее под наклоном, можно увидеть на видео боевиков ЛНР, Народная милиция, Воинская присяга. Сравнение фото Александра Соколова со скриншотами с данного видеосюжета. В июне 2016 года Александр Соколов выложил на своей странице в социальной сети фотографии и видеосъемку того, как в военном комиссариате Владимирской области его награждают государственной наградой – медалью Жукова. На церемонии упоминают секретный указ, согласно которому происходит награждение. Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2015 года номер 570 СС за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленное при исполнении воинского долга в условиях и т.д. Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2015 года номер 570 СС за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленное при исполнении воинского долга в условиях, наградить медалью Жукова Соколова Александра Александровича матроса. Очередной российский военнослужащий из 61-й отдельной бригады морской пехоты, который фотографировался в Луганске, Александр Ивченко. Фамилия и инициалы на нашивке формы Ивченко А.Г. На этом фото он крайний справа. В сентябре 2014 года Александр Ивченко разместил на своих страницах в двух социальных сетях фото, где он с другим военнослужащим снялся у бронетранспортера на территории бывшей луганской войсковой части номер 3035. Сравнение индивидуальных особенностей шиферной крыши на заднем фоне снимка Ивченко и шиферной крыши одного из сооружений части 3035 показывает однозначное совпадение. Иллюстрация направления съемки на спутниковой карте Google. Из аккаунта супруги морпеха Александра Ивченко также известно, что он был награжден медалью за отвагу. Кроме морских пехотинцев на бронетранспортерах, летом-осенью 2014 года во вторжении на Донбасс принимало участие артиллерийское подразделение 61-й отдельной бригады морской пехоты, вооруженное 120-мм самоходными орудиями НОНА-СВК. Довольно редкая модель бронетехники. В вооруженных силах РФ числятся всего 42 единицы НОНА-СВК. В Украине на январе 2016 года был один, требовавший серьезного ремонта, небоеспособный экземпляр из состава музейного либо учебного фонда. На данный момент ее отновили. С других из ульдарей поставили ствол. Российский морпех, зарегистрированный в социальной сети как Александр Смольников, в сентябре 2014 года загрузил фотографию, где он в Луганске на территории автопарка бывшей войсковой части 3035 стоит между самоходным орудием НОНА-СВК и армейским грузовиком. Фотографии и видео из открытых источников информации позволяют осуществить привязку к местности снимка Александра Смольникова. Фотоснимок украинских военнослужащих на территории автопарка бывшей войсковой части 3035 Национальной гвардии Украины. Характерные объекты места съемки – аналогичные два темных пятна с внутренней стороны правой створки последних в ряду ворот, желтая круглая табличка снаружи на створках соседних ворот, на скриншоте с видео боевиков, снятого в захваченной ими войсковой части 3035 в июле 2014 года. Нет, это часть не на Мирном. Это часть 3035, которая находится в Луганске. У меня же настроение упало. После этого пережитого всего. Объекты с места съемки на скриншоте из видеосюжета новостей российского федерального телеканала от 4 июня 2014 года. Новые объекты в руках ополчения. В Луганске под контроль сил самообороны перешла воинская часть. Ожесточенные бои идут и возле управления погранслужбы. Судя по звукам, это был ожесточенный ночной бой. Ополченцы предложили личному составу в войсковой части 3035 в Луганске сложить оружие и, получив отказ, пошли на штурм. Стрельба продолжалась с небольшими перерывами около 6 часов. На территории части загорелась казарба. Чтобы пожарные машины смогли заехать в расположение украинского полка, стороны объявили временное перемирие. Координаты места съемки, а также иллюстрация направления съемки на спутниковой карте Google. Фотоснимок из войсковой части 3035, на котором в кадр частично попали две самоходные установки «НОНа СВК», выкладывал также российский морской пехотинец 61-й отдельной бригады морской пехоты, зарегистрированный в социальной сети под именем Николай Большаков. На заднем плане снимка за строевым плацем можно увидеть оранжевое здание и стенды из нескольких серых металлических листов, перед которым фотографировался морпех Александр Соколов. Подробная привязка к местности с использованием видео и фото украинских военных на иллюстрациях. Скриншот с видео «ЛНР. Народная милиция. Воинская присяга». Я, Авдеев Сергей Александрович, вступаю в ряды вооруженных сил Луганской Народной Республики. Торжественно присягаю на верность своему отечеству и народу. Любое посягательство на нашу землю будет жестоко пристрастием уничтожать. Координаты места съемки фотографии Николая Большакова. Иллюстрация направления съемки на спутниковой карте Google. Кроме снимка в Луганске, морпех Большаков выкладывал в своем аккаунте и фото с геометкой из села Вишневый дол Краснодонского района Луганской области, что в 7 километрах от Луганска. На фотографии хорошо видно, что справа на заднем фоне возле дороги установлено рядом друг с другом несколько опор линий электропередачи. На спутниковых снимках Google Earth, Яндекс.Карт и на видео из села Вишневый дол загруженным морским пехотинцем Романом Тертиловым можно увидеть ту же группу опор линий электропередачи у дороги. Это подтверждает то, что фотография Большакова снята на южной окраине данного села. Объекты местности села Вишневый дол со скриншота в видеосъемке Романа Тертилова на спутниковых картах. Возле импровизированного блокпоста в Вишневом доле сделал фото еще один российский морпех 61-й отдельной бригады морской пехоты Руслан Тартасюк. Данный снимок сохранился на сайте груз200.net. На 25-й секунде видеосъемки Романа Тертилова можно наблюдать тот же железобетонный блок с надписью «Добро пожаловать ЛНР», возле которого позировал Тартасюк. Еще одна точка, где фотографировались российские морпехи из 61-й бригады, находится в пяти километрах севернее Вишневого дола на возвышенности у садовых участков, что между селами Николаевка и Пионерская, станично-Луганский район Луганской области. Место съемки определено с помощью блогера «Глаз СБУшника». Фотоснимки с обустроенных у Николаевки позиций морских пехотинцев 61-й отдельной бригады морской пехоты в ноябре 2014 года выкладывал на своей странице вышеупоминавшийся морпех Григорий Кислюк. Скриншоты снимков с его удаленного аккаунта сохранились на сайте «Миротворец». Аналогичные фотографии выкладывал у себя Игорь Бушуев. Архивы соответствующих страниц. На снимках те же российские военнослужащие, что фотографировались в Луганской войсковой части. Слева Сергей Антонкин, справа Григорий Кислюк. На следующей фотографии слева направо, сверху вниз, морские пехотинцы Григорий Кислюк, Владимир Стач, Геннадий Федосов, Игорь Бушуев, а также неидентифицированный морпех. Привязка данных фотографий к местности с использованием спутниковой карты Google. Иллюстрации. Первая. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. Косвенным свидетельствам участия военнослужащих в боевых действиях относятся факты представления их к государственным наградам, что происходит по указам президента РФ. В данном материале уже упоминались некоторые из таких награжденных морских пехотинцев. Владимир Стач, Игорь Бушуев и Александр Соколов награждались медалью Жукова. Сергей Стач – медалью Суворова. Александр Ивченко – медалью «За отвагу». Из социальных сетей еще известно о следующих награжденных 61-й отдельной бригады морской пехоты. Зинаков Алексей Сергеевич в соответствии с указом президента РФ от 23 ноября 2015 года награжден медалью Суворова. Лейтенант Федосеев Владимир Викторович в соответствии с указом президента от 23 ноября 2015 года награжден орденом мужества. Также орденом мужества был награжден старший лейтенант Александр Кулаков. Фамилия и инициалы – на нашивке формы «Кулаков А.В». Достоверно известно об одном погибшем на Донбассе офицере из 61-й бригады морской пехоты. Это начальник инженерной службы 61-й отдельной бригады морской пехоты подполковник Трофимов Виталий Николаевич. Из сохраненных на сайте Cargo200.org скриншотов переписки родственников и знакомых Виталия Трофимова следует, что он был тяжело ранен в Украине 30 августа 2014 года. Два дня пролежал в Луганской больнице, потом его перевезли в Ростов, где он умер, не приходя в сознание. Сообщения о смерти подполковника Трофимова от его сослуживцев появлялись в социальных сетях с середины сентября 2014 года. Архивы записей с подобными сообщениями. На одной из казарм 61-й бригады морской пехоты установили мемориальную доску в память Виталию Трофимову. 16 ноября 2015 года в средней школе номер 1 города Елуторовска открыли две мемориальные доски погибшим при исполнении войскового долга морским пехотинцам. Одна из них – подполковнику морской пехоты Виталию Трофимову. Об этом сообщалось на сайте Елуторовской средней школы номер 1. Аналогичная заметка была опубликована на сайте Тюменской интернет-газеты «Вслух.ру». Об обстоятельствах гибели Трофимова написано следующее. Подполковник морской пехоты Северного флота Виталий Трофимов погиб в 2014 году во время спецоперации. Таким образом, в данном материале были представлены собранные по открытым источникам информации «Прямые доказательства участия подразделений 61-й отдельной бригады морской пехоты Северного флота России в боевых действиях на Донбассе летом-осенью 2014 года». Зафиксированное местоположение морских пехотинцев 61-й бригады в целом согласуется с данными карты, захваченной украинскими военными 20 августа 2014 года в российской боевой машине десанта 234-го десантно-штурмового полка. «Первая рота ВДВ уничтожена, она была уничтожена нашими подразделениями, 24-й подразделения 24-й механизированной бригады и батареон 6-й, в результате которых были захвачены личные вещи, карты». «Я покажу рабочую карту, о которой говорили. Вот здесь вот вверху очень хорошо написано «Генеральный штаб Российской Федерации». Вот вверху, вверху «Генеральный штаб Российской Федерации». Вот обстановка, которая нанесена на эту рабочую карту. «Здесь распределены сектора между подразделами 76-й поветро-десантной дивизии, 15-й окремно-мотострелковой бригадой, та, которая называется «Миротворча», и заведанный БТГР Северного флота». На карте российских десантников зоной ответственности «Свободный батальонно-тактической группы Северного флота» в Луганской области воевали подразделения 61-й отдельной бригады морской пехоты и 200-й отдельной мотострелковой бригады, входящие в состав Северного флота, указывалась именно южная часть станично-луганского села Николаевка и северная часть Краснодонского районов. Село Вишневый дол Луганской области. Наделавшая шума эмблема украинской разведки, на которой сова держит в когтях золотой меч над территорией России, не является, как ее назвал вице-премьер правительства РФ Рогозин, дебильной. Она актуальна как никогда ранее для украинского народа, который противостоит кремлевской агрессии. Вопрос есть или нет в наших войск на Украине, говорю вам прямо и определенно. Российских войск на Украине нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова